Всем приветики! Как у вас сегодня дела? Меня зовут Лиса и сегодня я покажу вам, как можно изменить себя при помощи волшебной силы макияжа. Серьезно, можно стать более пусечной или более дерзкой в зависимости от того, как накладывать макияж. Сегодня я покажу вам два моих самых любимых макияжа. Обязательно смотри это видео до конца и напиши, какой макияж тебе нравится больше. О, кстати, прежде чем мы начнем, обязательно подпишись на мой инстаграм. Я стараюсь выкладывать туда очень классные фотки, а также я с вами там постоянно общаюсь, поэтому я буду очень рада, если вы подпишетесь на мой инстаграм. Ссылочку на него я оставлю в описании. И разумеется, прежде чем начнем, прежде, прежде чем мы начнем, подпишись на мой канал, тык, и включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. Что ж, приступаем. Для начала нам нужно присесть поближе к Хаммере, чтобы вы видели лучше мое лицо. Также, естественно, самое главное это немножечко выпить чайка. Мачалатте, спонсор этого видео на самом деле нет. Ммм, чаек. Так вот, если вы думаете, что сегодня со мной что-то не так, или вы думаете, что сегодня с ней все не так, то обязательно смотрите это видео до самого конца, ибо я расскажу вам, что же случилось. Свой макияж я всегда начинаю с того, что накладываю на лицо тон. Кстати, мои подписчики, безусловно, уже давно знают, что спонж нужно смачивать водой, чтобы наносить макияж и тональник распределялся по лицу нормально. Но если вы еще пока не мой подписчик, почему, кстати, еще нет, то, знаете, спонж всегда нужно смачивать. Очень большая ошибка на сухую вот так вот его тереть. Не, ребят, так это не работает точно. Следующим элементом у нас будет небольшая коррекция лица. Тут ничего особо я делать не буду, я просто немного подчеркну мое лицо. Да. Никаких скул я вырисовывать не буду, потому что у меня и так с этим перебор. Но все остальное сделаем. Помните, что вот эту все растушевку нужно делать максимально качественно. В противном случае вы будете бурундучком. Вы любите бурундучков? Я очень, но никогда бурундучки от женщины. Не-не-не. Собственно, вот. И теперь самое время перейти к глазам, потому что самое главное в этом макияже, это, как вы уже правильно поняли, это глаза. Я беру плоскую кисть, бежевато-золотистые тени и просто на все верхнее веко наношу их. Теперь следующим моментом я беру темные черные тени. Беру вот такую вот скошенную кисточку и просто нарисую себе сейчас стрелку. Ой, ребят, вообще на самом деле с этим у меня великие проблемы. Можно нарисовать вот ровную стрелку. Для меня это целый подвиг. Иногда бывает, что я по 5-6 раз перерисовываю стрелки, а в итоге психую. И стираю вообще все и иду просто с голым глазом. Только ресницы нарисую, накрашу. Ой. Сейчас буду делать вторую стрелку. Для этого я уже беру коричневые тени и прямо вот сюда, во внешний, во внутренний уголок глаза Я беру какие-нибудь красноватые-коричневатые тени, между собой их смешиваю и прямо вот наношу по нижней границе глаза. Так, теперь чуть-чуть самой малости коричневых теней в складку верхнего века, просто чтобы глаз был более у нас прорисованный. И дальше тушь. Берем тушь нашу и красим ресницы. Чем больше, тем лучше. Блин, а вы тоже, когда красите глаза тушью, не дышите? Я постоянно боюсь, что я сдохнусь, потому что тушь и мое дыхание несовместимы. Не могу дышать, когда крашу ресницы. О да, по-моему, уже очень-очень неплохо получается. Беру лайнер и рисую сердечко. Смотрите, как его нужно рисовать. И теперь просто закругляем наше сердечко. Вуаля! Я вообще на самом деле думаю, может нет вообще такую татуировку себе сделать сюда под глазом в форме сердечка. Как думаете, есть смысл или не надо? Следующий мега важный момент в нашем макияже, это, конечно же, брови. Но на самом деле тут все будет просто. Просто, если не считать того факта, что я по какой-то непонятной мне причине пошла, значит, тут на днях ночью, в 3 часа ночи, в ванну, чтобы выщипать себе брови. Надо порекваритировать форму, подумала я. И выщипала себе в итоге половину, блин, бровей. Не, ну серьезно, зачем я это сделала? Вот ты можешь мне объяснить, зачем я это сделала? Потому что я не знаю, у меня были нормальные брови, а теперь... Ну, а теперь вот. Да. Губы. Ой, для губ сейчас я буду использовать мой самый любимый оттенок. Это такой, знаете, коричнево-бордовый цвет. Обожаю. О, господи, как я обожаю. Собственно, я нанесла помаду. Теперь, как вы видите, она у меня нанесена неравномерно. И я буду просто пальчиками ее растушать. А, с вами малость. Это, получается, мой первый образ. Ну, как первый, это, получается, мой бичеватый большой образ. Я его просто обожаю невероятно сильно. И вам он тоже, вроде как, очень нравится. Поэтому, если вам нравится этот образ, обязательно ставьте лайк. А мы, тем временем, поехали дальше. Доктор, они опять сделали это. Они опять пишут мне, что я пьяна, что я съела грибы. А у меня всего лишь хорошее настроение, доктор. У меня всего лишь хорошее настроение. Следующий макияж, это будет что-то среднее между макияжем аниме, между корейским макияжем и между макияжем фарфоровой куколки. То есть, это какая-то полная мешанина в моем стиле. И мне очень нравится, как это выглядит. Ну, и вам, судя по комментариям, тоже очень нравится. Так, давайте предлагаю нам начать, наверное, с глаз. Начнем с глаз. Для того, чтобы сделать глаза, все очень элементарно, на самом деле. Я беру золотисто-бежевые тени. Вот, в данном случае я делаю вот так и просто смешиваю и наношу их на верхнее веко. Самое главное, чтобы у нас был такой шиммер легкий. Теперь я возьму какие-нибудь оранжевые тени прям и продублирую верхнюю складку мягкой кисточкой. Теперь самое важное и самое супер непростое. Это нам нужно тенями, коричневыми, под цвет наших естественных теней, которые образуются на лице, нарисовать себе мешочки. Для этого вот так делаем. И прорисовываем вот здесь вот прям. Ох уж эти женщины, то мешки любозиной нужно нарисовать, то мешки любозиной нужно стереть. Да. Теперь нам нужно взять консилер и вот здесь вот все выбелить. Теперь нужно взять вот такую вот скошенную кисточку и нарисовать стрелку, направленную вниз. Теперь нужно глаза подчеркнуть тушью. Но перед этим мы возьмем керлер, 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 керлер. И наши ресницы, собственно, приподнимем. Кстати, у меня очень часто, я очень часто я сталкиваю с таким мнением, будто бы керлер, керлер, керлер. А он портит короче глаза. И это нифига не так. Я как человек, который уже более 10 лет пользуется этой штукой, могу честно вам сказать, каждый день пользуется этой штукой, что ничего он не ломает. Причем у меня керлеров этих было просто дофига и больше. Дорогие, дешевые, не знаю, брендовые, не брендовые. И с моими глазами, с моими ресницами вообще нифига не произошло. Так, следующим моментом нам очень важно будет сделать бейкинг. Для этого я возьму белую пудру, взобью вот так вот ее кисточкой и нанесу немного нам прямо вот под глаза. На лоб, на зону подбородка и над губой. Также сюда. Видите, как много? И сюда. И все, на какое-то время про это просто можно забыть. Теперь надо сделать брови, брови, брови. И вот так. И теперь самое время приступить к румяну. Румяну тут самая важная часть, потому что без классных оранжевых румян не будет классного макияжа. Это одна из моих самых излюбленных техник нанесения румян. Я их наношу просто вдоль всего лица по линии загара. Такой себе онямэ макияж. И на подбородок. И остался самый последний момент. Губы на самом деле будут очень простые. Я просто возьму красный тинт. Но только будьте осторожны, если вы тоже берете тинт, потому что тинтам очень легко все запороть, если его нанести чуть больше, чем нужно. Наношу буквально капельку наверх-вниз и растушевываю. Теперь осталось делать за самым малым. Только добавить контурингу. Я вот традиционно пытаюсь сделать из своего треугольного лица овальное. Посредством убирания вот этих вот острых углов на моем подбородке. И буду чуть-чуть сужать линию лба. То есть нанося вот сюда вот темные тени. Это визуально делает лоб ниже. Что ж, наш второй макияж тоже готов. И теперь остается дело только за вами. Выберите, какой макияж вам понравился больше. И напишите в комментариях. Кстати, обязательно поделите этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Пусть они тоже скажут, какой вариант макияжа им нравится больше. А вы сравните это со своим выбором. И будет интересно узнать, совпадает ли у вас с вашими друзьями мнение на этот счет или нет. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, лойсы, классики, пальцы вверх, как угодно. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И всем спасибо за просмотр. Всех люблю, всех целую. И всем пока-пока. До новых встреч. Дорогой друг, если ты леснул это видео на самый конец, чтобы узнать, что со мной не так и почему я сегодня так странно себя веду, осмелюсь я тебя разочаровать. Дело в том, что я рассказала о причине где-то в другой части видео. Тык-тык, как это клево. Тык-тык, как это ново. Тык-тык, проще простого. Тык. Что с ней не так? Да, все не так. Дело в том, что я ничего не знаю. Продолжение следует...